кто это как тебе зовут длина как у тебя дела что ты делаешь а что это это воронка для того чтобы в банке класть варенье чтобы не падала вокруг суп какой-то суп можно и на руки ставить будешь такая сильная силачка да ну все не балуйся сейчас застрянет ручка потом как будем вытаскивать больницу придется ехать можешь а только два осталось жаль и так а мы сейчас впервые будем делать пастилу я никогда не делала у меня правда нету дегидратора я думаю что стоит него тоже заиметь уже пора так пастила из абрикоса просто засыпала небольшим количеством сахара по вкусу дождь не семи пока пожалуйста я разговариваю дало вот так вот сока и она мне честно говоря простояла всю ночь в холодильнике потому что вчера у меня уже не было ни сил ни времени да и вообще погода у нас была вообще солнца не было было очень пасмурно так что сейчас я прокипячу пару минут потом перекрутим мы или через блендер и посмотрим буду вам показать что у меня получится дальше абрикоса немного прокипятила вот такие вот они уже стали сами удивительно наверное потому что в холодильнике ночь простояли сахаром не знаю сейчас я прибегаю к своему помощнику блендеру такому вот и перекрутим и будем разливать по подносу друзья сердечно благодарю вас чтобы зашли к нам в гости на наш канал смотрю на это все и кажется что работа мамы никогда не закончится с одной стороны как будто бы все и нужно с другой стороны посмотришь как будто можно и обойтись без всего этого как мы поставили сюда на солнышко пастилу и меня еще осталось больше чем вот это вот я не знаю уже на какие подносы растилать поэтому вот так вот много оказывается пойду что-то еще искателей может быть носок перекручивать не знаю да аделин дай бог что получилось чтобы не напрасно были эти труды сейчас еще такая задача будет мне по вечерам убирать под навес потому что у нас здесь включается автоматический полив и поливается двор сегодня хоть солнышко есть время у нас 7 45 вечера идем проверять нашу пастилу честно признаюсь я прежде уже проверила вот это я проверила все я еще так здесь получится такой немножко толстоватый слой то еще ой вообще еще такая свеженькая вот а вы здесь я думала переживала за это больше то что она совсем тоненькая и видите такие же стены и противень анжелинка я тебе позвала чтоб ты и мы сейчас с тобой вместе будем первые пробовать пастилу которого муж вообще впервые сделала смотрите я предварительно конечно смазала лист не стала рисковать смазала лист растительным маслом таким тонким слоем и посмотрите ура без всяких там этих аппаратов препаратов у нас а значит все таки надо ей еще конечно я штука вообще поставила в обед ладно ставим сейчас мы тут кончик попробуем далека с тобой в общем получается да я просто пришла проверить а вообще я пошла их убрать здесь у нас включится полив аженика давай оторви мы попробуем как у нас на вкус до рвида отсюда да это пусть еще подсыхает я думаю что завтра нужно будет полностью готова классно рвется тоненькой получилось давай пополам тебе половинку и мне и будем вместе пробовать пробуй ты и скажешь как тебе похоже на магазины ты распробуй сначала ухты вкусно на такая тоненькая смотрите просвечивает да так что эти листы пригодны я сомневалась но они пригодны вот они даже меня видите без бортиков особо не вытекли но такие тоненькие так что можно так тоненько раскатывать это конечно уже будет пастила такая потолще будем хрумкать так что пользуйтесь таким рецептом а вот здесь я сделала как видели на силиконом в ковриках я думаю что о тоже тоже хорошо будет отлипать но она еще не готова она не подсохла если слой это не сильно равномерно кто-то здесь уже и деточек до поковырялся слой неравномерно я разровняла ну это не беда зато смотрите вот так что завтра я еще доделаю потому что мне там осталось еще какая у нас сушилка такая пригодилась и сюда убрали от дождя а спрингал отсюда симур вот здесь можно попробовать но аккуратно потому что она еще не готова ну вон там уж кончик за попро тишь середочки мнение здесь еще нет вон там вон середки набери ну ладно возьми попробуй или с того края это не готова еще адринка не ковряй это не готова мама сейчас вам даст вот здесь давайте я вам дам это пастила которую покупали в магазине раньше помните дай папе попробовать да надо собирать тимур надо собирать срочно сейчас наверное пособираем помидоры можно помидор сорви только аккуратно может пусть и папа сорвет чтобы да и какой он огромный виды огромный помидор да давайте будем собирать тазики несите мне вчера здесь заливала сильно много заливала да она ведь разница не снычка вы не срывайте помидорчики адриночка не надо мама вам поможет они так тяну что и кусты все на свете красиво сало и надо вот так вот и детка так вот крутить крутить понимаете кто это сделал так маленький мальчик до огурцы уже пошли высоту вверх будем делать виноградник как прошлый раз мы делали да 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 надо вот папе сказать что покинул какие-нибудь такие тяжелые или железные прутья туннель да как виноградник да виноградник из огурцов да адриночка что ты еще расскажет дочь а не хочешь ничего рассказывать почему ротик грязного адриночки берег тебе тоже сорвать помидорчик ты хотел ты съешь весь не не нет это ты не съешь это очень огромный там это в полкило будет весить давайте сейчас найду и сорву хорошо я бы не представляете какая-то благодать срывать помидоры урожай со своего огорода это просто такая благодать ты берешь и срываешь плоды рук дел своих смотрите алиночка покажи поближе один к одному покажи поближе завтра будем заниматься закруточки не уже еще вот сюда пробраться здесь тоже какие красивенькие кстати эта сторона у нас сильно солнечная а здесь такая полутень и на той грядке там такие идеальные растут помидорчики для банок какая красота смотрели какая красота такая красота уже пахнет 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 ну да я срываю натрагив до ботвы а ботва очень пахнучая один к одному такие все целенькие да доча красота ну что дерек ты пришел помогать маме так я еще не до собирала урожай потому что муж зовет поехать куда нас прогуляться так что магазин до завтра до собираем еще погода сейчас конечно хорошенькая ведь ветер ой и ты что такая за красота и пришла помогать маме не 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 кидай дочь а ты прям не отрывай хвостик пусть будет хвостиком доченька тяжелая сыночка ты сильно полную сделки положив корзинку белый адриночка ты аккуратно складывая чтобы они были такие у меня целенькие жесткие хорошо как раз тебе все неси на кухню берега ты туда переложи да давайте вас фотографирует красивое красивое фото давайте моих красотулечек сфотографирую на память с наминым урожаем да вы не против мои помощники несем урожай мама работала а детки будут кушать да все для вас милых все для вас все поехали я готова правда там урожай еще больше чем вот это коми в долларный магазин хотела вам показать немного заснять и считается зарядка села пять процентов поставок вы будете разукрашивать хорошо это долларный магазин раньше здесь было все под доллару сейчас доллар 25 иногда бывает интересно очень вещи смотрите вот такие вот стаканчики пластиковые такие красивые милые для таких порционных десертов как это собачий хотела просто показать что здесь за доллар 25 можно в принципе или неплохие вещи купить вот допустим такой вот дозатор хотя он пластиковый но бывает даже вот такие вот керамические просто здесь что-то вот не доработано ну ладно друзья все не могу больше снимать телефон мой сил кстати вот эти тесты я покупала всегда за 1 доллар вот в этом магазине и ни разу меня не подвел никогда не покупала дорогучие по 10 долларов всегда только вот здесь а но очень и но здесь маски хорошие или хорошие маски выгодно там покупать нет зачем нет 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 именно пойдемте дальше допустим вот так вот для кухни тоже вот это все по доллар 25 и сейчас покажу вот стеклянная посуда хотим возьмите тележку пожалуйста с быстренько пробегу вот каждая такая вот тарелка 1 и каждый вот такой вот бокал или графины и вот эти вот стаканы фуршеры вот ну что ж друзья хватит суток чтобы просушить пастилу пастила готовая надо уже убирать чтобы не пересушить интересно как с коврика будет отделяться а вообще супер два у а силиконовых ковриков вау то просто супер смотрите как отделяется сегодня у нас прям очень жарко необычная жара так что хорошо и это тоже хорошо я немного маслом смазала слегка то тоже хорошо отделяется эксперимент я не делала конечно без смазки интересно как будет без маски а здесь нужно просто ножом подцепить хорошо прорезать и она тоже будет хорошо отделяться так что такие вот дела а мы были доллар магазине я увидела такие вот подносики пластиковые разносики такие достаточно такие прочные хорошие но именно хороши для пастилы и сушить сухофрукты здесь такая очень гладкая глянцевая поверхность это как раз то что нужно для пастилы очень ровная и гладкая поверхность были только вот эти два цвета два зелененьких последний забрала и вот такие вот конечно предпочитаю более такого конечно предпочитаю больше белый цвет но это тоже нормально не сильно яркий так и сейчас буду разливать пастилу и сейчас хочу про экспериментировать пару листов сделать без растительного масла не смазывать листы была наша готова до эти подносики очень удобны такие легенькие вот очень хорошо я не так уж много купила но ничего так что пастилу мы сделали второй заход еще у меня осталось слива нужно будет теперь переработать сливы это наш кот воська вернее год моих деток неплохой котик хорошенький миленький но он слишком приученный находиться в доме это у нас уже не первый год до него были два одного к сожалению сдавила машина а второй ушел и не вернулся и тем котам я не позволяла жить в комнате но чем старше становятся дети тем порой кажется мы становимся более бессильными этот кот живет исключительно в комнате ночую то в одной комнате то в другой то ребята старших себе зовет то девчата старших себе заберут и очень часто в закрытой комнате он делает свои дела прям к ним на те что это моя боль это моя печаль и не сожалению приходится с этим смиряться как дела сколько заработал 80 до сегодня расскажи что ты делаешь траву кассиву кого и как ты находишь себе работу и сколько тебе дают за 1 1 1 1 1 дом с одного дома по 40 все по-разному да а у мамы сорняки бесплатно ну так купить день а вот сейчас за раз стоит на 45 градусов ты в носках зачем траву косишь потом мама стирает босиком работой куда у нас как лучше потом мама стирает от сиры дочка ты что сделаешь здесь солнышко моя это называется мама пошла поставить пастилу и застряла в огороде да дочь смотри сколько урожая мы набрали огурцов покажи это большая чашка много-много кот вася вон там играется кот вася что там делает а вася вася что там вася делает играется вася давай только с огорода выходи игра его здесь на траве здесь много раб тебе место есть давай вася выходи сюда здесь больше места чем здесь тебе еще повалишь мой огород все пойдем дочь неси вася в сам придет а ты возьми тарелку пойдем вася 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 не хулигань там не хулигань идем выходи тут очень хрупкие кустики давай выходи я скажу вам честно не все не все отлипаются так как бы хотелось в общем то нами то прилипло или я пересушила не знаю но с этих листов хорошо отлипается и с этих сказать из листов силиконовых ковриков вот это вот хорошо отлипается поэтому не рискуйте делайте лучше на силиконовых ковриках я не знаю как то партия будет вот видите как хорошо отлипается от силиконового коврика или хорошо лучше смазать маслом перестраховаться лучше вот это хорошо отделю это намертво это намертво и еще я думаю что есть одна ошибка вот эти когда закругленные бортики это тоже не очень хорошо как хорошо когда ровно теперь нам нужно здесь так как-то прорезать хорошо и получаешь что я просто поцарапаю в общем все или я это пересушила или что идет эти подносы не подходят вот видите с этого листа более-менее снялась но здесь был очень тоненько вот очень очень тоненько поэтому пролепла так что вот я вам показываю свои ошибки а если что вы берите себе если что во внимание так что пастила дешевле обойдется наверное все таки купить ну что ж друзья так что вот так вот столько времени потратила усердия усилий и еще детях а как оказалось не сильно такую хотят и есть потому что она здесь вот не сильно ровненько еще шершавая в общем такие вот дела носики ладно я это попробовала в своей жизни буду смело говорить что я делала по силу посмотрим как те еще выйдут противень и наши до надолин анджелина 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 ой 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 чеснок тут чистю дети да вот этот лист странного вроде гладкий я его плюс все смазывала маслом я не знаю почему он именно вот так вот так что еще от профи не тоже зависит почему-то или сильно толстой не знаю в общем не знаю просто вам делюсь вот своими ошибками